Куаныш Долобаевич Добрый вечер, телезрители. В ноябре 2015 года был принят закон Республики Казахстан об общественных советах. Этот закон регламентирует деятельность общественных советов. Это действительно новый институт. И главной его задачей, главной функцией является максимальное участие гражданского общества в принятии решений, касающихся деятельности госорганов и интереса гражданского общества. И каких-то резонансных вопросов и проблемных тем, да? Ну да, какие есть в обществе вопросы возникают у населения, у гражданского общества. Постараться разобраться в этом вопросе. Если оно требует принятия решений со стороны государственных органов, то этот вопрос довести и максимально стараться его в законных пределах, если он соответствует действующему нашему законодательству, принять по нему решение. В этот закон определяют все функции, полномочия общественных советов, порядок его формирования. У нас общественный совет сформирован в феврале 2016 года. Его состав входит 32 члена. По закону предусмотрено, что две трети из состава общественных советов должны быть представители некоммерческих структур. У нас таким образом общественный совет сформирован. Это представители, люди известные в нашей области, многие, которые имеют большой опыт общественной работы, видные люди, ранее работали, общественной работой занимались. То есть они могут оставить. Социально активные люди? Да, социально активные. А скажите, пожалуйста, кто производит отбор? Вот эти 32 члена, кто их утвердил? Законно предусмотрено, что на местах при Маслехатах создаются рабочие комиссии под председателем, секретарем Маслехата. Заранее по этому поводу давалось объявление в средствах массовой информации, что создаются общественные советы. И те граждане можно самовыдевженцами идти в состав общественного совета, а также, значит, по рекомендации общественных организаций. И вот таким образом, значит, подаются заявки. Рабочая комиссия проводит конкурс и отбирает из числа, значит, претендентов. И утверждает. Да, формирует, да, и утверждает. В принципе, если я вас правильно поняла, то есть и я, и любой телезритель сейчас, и даже наш оператор может стать членом общественного совета. Ну, если, значит, рабочая комиссия посчитает, что вы соответствуете всем этим требованиям, там есть определенные требования. Ну, это граждане старше, республика Астана старше 18 лет, ранне несудимые, непривлекающиеся, не состоящие на учете в соответствующих диспансерах. Ну, я думаю, мы с оператором подходим. Нет, я просто требую. А как часто обновляется общественное состав? Значит, по закону предусмотрено, что состав этот избирается на три года. Ну, в течение трех лет можно ротировать и, в общем-то, предусмотреть постоянная ротация. Ну, более-менее мы ситуацию проясним. Вся деятельность сразу, значит, ну, так сказать, справочная, что на общественных началах все там работают, что-то чисто. То есть зарплату не получают? Да, никто абсолютно не получает. Приходят, заседают, решают какие-то вопросы актуальные. Да, у нас созданы четыре комиссии, пять комиссий по разным направлениям деятельности. Вот, по комиссиям давайте сориентируем наши. Да, различные комиссии, значит, ну, допустим, в сфере ЖКХ, автомобильного транспорта, оказание услуг, значит, в сфере оказания медицинских услуг, в сфере образования, в сфере, значит, оказания, вернее, обеспечения правопорядка. Ну, и вот такие комиссии, в общем-то, которые возглавляют тоже соответствующие, значит, члены комиссии. Сегодня мы как раз, вот вы были сами участниками, провели общественное слушание. Это одна из форм общественного контроля. Общественное слушание проводится, значит, при проявлении, значит, при необходимости внесения каких-то изменений по инициативе, конечно, граждан, гражданского общества в те или иные нормативные акты государства. Ну, на сегодня вы сами знаете, что в обществе, в общем-то, серьезная такая беспокойность вызывает факты, вот, проявления терроризма, факты проявления экстремизма. Граждан нашей области, вообще Казахстан в целом беспокоит, значит, сохраняющийся определенный уровень коррупционных преступлений. Все это, конечно, наших сограждан беспокоит. И, в общем-то, была, к нам приходили на прием граждане, мы при встречах, значит, с населением, в общем-то, получали часто, значит, такие предложения, что, наверное, возникла необходимость. Один из путей, конечно, так сказать, противодействия этим явлениям, это ужесточение уголовного наказания, так считают граждане. Поэтому посчитали, коль были такие предложения, необходимый этот вопрос вынести на общественное слушание. Там тоже определенный порядок есть проведения общественных слушаний. Мы заблаговременно, значит, оповестили население Актюбинской области, что планируется проведение общественных слушаний. И, в общем-то, скажем, пригласили всех, кто желает принять участие, значит, в этом. А скажите, пожалуйста, любой гражданин мог прийти сегодня на заседание общественного совета и высказать свое мнение? Да, любой. Оно поэтому и называется общественное слушание. То есть с максимально широким привлечением, значит, население, представители гражданского общества. Ну, сегодня вы, опять же, сами были свидетелями, в общем-то, достаточно такой широкий круг, разнообразный представлен. Это, значит, и наши ветераны, это представители, значит, интеллигенции, это учащиеся молодежь, это представители духовенства сегодня были, представители различных партий. Ну, каждый сегодня, мы тоже, в общем-то, не ограничивали, имел право и возможность высказать свое мнение и внести предложение по рассмотренным вопросам. Всех удалось дослушать? Ну, по крайней мере, тех, кто изъявил желание, мы сегодня максимально постарались, всех не ограничивали. Несколько слов, скажите, пожалуйста, вот по основному докладу, потому что достаточно много прозвучало интересных идей, мыслей и выводов, ну и также статистических каких-то данных по терроризму, экстремизму и той же коррупции. Вот что вы сейчас можете сказать нашим телезрителям, более подробно, вот, выходя за рамки сюжета информационного? Ну, видимо, тут более подробно не смогу, но просто вкратце, так сказать, сегодня, действительно, этот вопрос инициировала комиссия под руководством Барышева Сергея Желдубаевича, ну, наверное, телезрители все знают, это человек известный, он долгие годы возглавлял управление юстицией в нашей области. Ранее работал в судебных органах, в общем-то, юрист, имеющий большой достаточный опыт работы. Ну и доклад у него сегодня достаточно интересный был. Да, да, мы ему поручили, он, в общем-то, с большой ответственностью отнесся к этой работе, собрал хороший справочный материал, в общем, хорошую статистику собрал, значит, собрал мнение, значит, которое на сегодня есть в средствах массовой информации, в обществе, и постарался все это сегодня доходчиво изложить. Если этот доклад, значит, его информация, значит, так сказать, произвела впечатление на присутствующих, это тоже говорит о том, что человек, ну, мы качественно отнеслись к выполнению этой работы. Да, вопрос сам по себе спорный, проблемный. Конечно, путем ужесточения наказания, наверное, эту проблему мы не решим, это однозначно. Ну вот, я хочу уточнить для наших телезрителей, что сегодня прозвучало такое предложение, оно поступило якобы от наших граждан, что необходимо ужесточить наказание для террористов, экстремистов до смертной казни. Да? Да. Такое прозвучало сегодня. Как к этому отнеслись члены общественного совета и вообще все присутствующие на заседании? Удалось ли проанализировать? И что вы думаете? Ведь у нас все-таки мораторий на смертной казни. Ну, понятно, но тут, конечно, единого мнения быть не может, вопрос сам по себе, скажем, такой обсуждаемый. Вот еще раз я говорю, что мерами ужесточения наказания, и сегодня, кстати, уступали там у нас, значит, юристы, представители науки, они привели, в общем-то, такие данные из той даже нашей истории, из истории даже вот нашей степи, скажем так, в наших тех степных уложениях никогда не предусматривалось, допустим, затея или, значит, преступные проявления в то время, допустим. Ну, украл, допустим, коня, там еще какие-то эти действия совершил, которые не должны в этом обществе совершаться. Мер, значит, смертной казни не предусматривалось. Предусматривались своего рода, значит, откупные, выкупные, то есть это, скажем, по сравнению, это штрафные санкции, будем так говорить, да, материальная такая ответственность. Ну, и, кроме того, нужно иметь в виду, что государство на сегодня предпринимает, в общем-то, большие меры по противодействию и терроризму, и экстремизму, и коррупционным проявлением. Это широкий, большой блок вопросов, программы государственные специальные есть, которые тоже достаточно эффективны. И поэтому однозначно говорить, вот мы сегодня внедрим, скажем, будем оставить на смертной казни, и этот вопрос, в общем-то, сам снимется. То есть такой гарантии нет? Такой гарантии нет. Мнение, в общем-то, у членов Совета такого однообразного, что именно нужно, значит, снова снять моратории и применять смертную казнь, тоже, в общем-то, скажем, такого однозначного мнения нет. Ну, тем не менее, коль в обществе такие вопросы возникают, мы постарались этот вопрос выставить на обсуждение, и, в общем-то, мы сегодня разные мнения услышали. Ну, едино, пока вы, опять же, были сами свидетелями, на сегодня нету. То есть итогового какого-то решения, которое вы могли бы предложить? Да, потому что приводились примеры и за, и некоторые приводили против. В том же Китае, допустим, там миллионами совершают коррупционные, значит, преступления, наносят миллионный ущерб, расстреливают тоже десятками, но результат, скажем, такой ощутимого пока нет. Это доказано цифрами, статистически? Это цифры, в принципе, она доступна, по моему, в средствах массовой информации. Ну, самый главный вопрос, я думаю, не столько сейчас волнует коррупционные нарушения, хотя это тоже преступления, которые всегда волновали общество. Это терроризм, экстремизм, это та самая угроза, которая действительно нам показала 5 июня, чего стоит бояться и чего опасаться. Здесь какие-то подвижки намечены или нет? Вот в результате работы комиссии, которая приезжала, в результате рабочей группы генпрокуратуры и в результате работы вашего общественного совета, как намерены в нашей области бороться с этими явлениями? Ну, и в нашей области, и в целом по Казахстану с этим явлением боролись, борются, есть соответствующие законы, как и государственная программа, они исполняются, мы их реализацией занимаемся. Ну, что касается той комиссии, не комиссии, а, скажем, той группы, которая приезжала в нашу область, работала, я, конечно, далек от того, чтобы им оценку давать, но сам руководитель этой группы, генеральный прокурор, когда подводил итоги, в общем-то, отметил, что хорошая такая позитивная динамика в этом направлении есть. Мы со своей стороны что можем предложить? Они это увидели? Да, они увидели, нет, они все-таки какие-то вопросы нам тоже, там много групп работало, значит, ну, где-то увидели причину в том, что все-таки есть какой-то уровень безработицы, необходимо людей занять в среднем, малом бизнесе. Направление отдали, да, по профилактике? Есть какие-то вопросы, которые действительно, ну, у кого-то руки не доходят, госорганы, возможно, где-то какие-то вопросы тоже, скажем так, с большой ответственностью, что оно влечет какие-то нежелательные последствия, тоже к этому, наверное, вопрос не относится. В принципе, эти вопросы все, скажем так, на местах решаемые. И когда вот по каждому направлению какой-то вопрос решается, ну, в целом-то получается, значит, положительное такое состояние, что мы, ну, это те люди, которые попали, значит, пошли с оружием в руках, это, по большому счету, это те люди, которые вчера наши сограждане были рядом с нами. Ну, мы, видимо, каким-то образом этот момент упустили. Ну, естественно, это член нашего же общества. Чьи-то дети, да, чьи-то мужья, чьи-то отцы, поэтому, в общем-то, это, скажем, проблема общества. Ихняя, конечно, прежде всего, ну, это большая проблема общества, которой мы должны заниматься и занимаемся. Что касается нашего общественного совета, то мы тоже, допустим, занимаемся, заслушаем на своих заседаниях работу, допустим, управления образованием, управления, значит, по делам молодежи, управления по делам религии, как вот эти вопросы решаются, как мы занимаем, допустим, молодежь, как ее трудоустраивать. Коротенько, мне ответьте. Удовлетворены вы тем, что вам предоставляют, вот, по работе тех, по вот этим всем направлениям? Ну, мы... С молодежью, образованием и прочее, прочее. Что касается нас, мы, допустим, с госорганами хорошо взаимодействуем. Большое понимание со стороны госорганов есть, понимая все задачи, которые перед нами стоят, мы, скажем так, хорошо сотрудничаем общественный совет и государственные органы. Мы понимаем свои задачи в том, что мы должны способствовать усилению взаимодействия населения, гражданского общества именно с госорганами и максимально стараться, значит, показать технику деятельности, более прозрачное создание. Ну, мы вас более-менее поняли, к сожалению, будем заканчивать, на эфирное время подошло к концу, будем заканчивать передачу. Единственное, что мы можем сейчас предложить гражданам, это быть более ответственными и сообщать, естественно, о всех признаках и каких-то проявлениях экстремистских, террористических и также коррупционных, да? И можно обратиться также в общественный совет, наверное? Ну, конечно, есть соответствующие органы, специальные органы, значит, органы МВД, которые этим вопросом профессионально занимаются, да. Но, тем не менее, значит, общественный совет, я, в общем-то, постарался задачи и функции довести, в этом направлении мы всегда готовы сотрудничать с обществом, с населением. У нас есть дни приема, члены общественного совета, в принципе, тоже фамилии их опубликованы в средствах массовой информации. Пожалуйста, мы всегда готовы, значит, у населения, если какие-то есть предложения по улучшению деятельности государственных органов, по внесению, вот, допустим, изменения, какие-то нормативные акты, мы всегда готовы их выслушать, совместно в этом направлении поработать. Люди у нас достаточно инициативные, профессионально подготовленные, с жизненным опытом люди есть, поэтому, в общем-то, все эти вопросы решают. Все мнения будут выслушаны. Ну, все мнения будут выслушаны и взяты на заметку. Спасибо вам большое, что приняли участие в эфире нашей передачи. Я напомню нашим телезрителям, что в гостях у нас сегодня был Куаныш Илюбаев, председатель общественного совета. Там, где готовы вас всегда выслушать, обращайтесь с вашими вопросами и предложениями. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова